На Кубани запретят перевод сельхоз полей под жилую застройку. Вениамин Кондратьев поручил подготовить соответствующее предложение в законодательное собрание по изменению в региональный закон. За последние несколько лет площадь таких территорий в крае сократилась почти на 30 тысяч гектаров. Губернатор также потребовал уберечь от рук коммерсантов и виноградопригодные земли. Яна Бузычкина расскажет подробнее. Живописные поля и виноградники – пейзаж, ставший, пожалуй, визитной карточкой Краснодарского края. Такие плодородные земли – бесценный ресурс для нашего аграрного региона. Однако в отдельных муниципалитетах есть примеры, когда сельхозземли переводят в границы поселений, а потом отдают под строительство домов. Больше всего нарушений выявлено в Горячем Ключе и Северском районе. На сегодняшнем совещании губернатор поручает подготовить изменения в краевое законодательство. Кубанский чернозем должен быть под защитой, уверен Вениамин Кондратьев. Мы сегодня получили в крае, можно сказать, новую отрасль виноградарства и виноделия, благодаря тому, что в России сегодня есть федеральный закон, который позволяет, еще раз подчеркиваю, нам развивать и виноградарство, и виноделие как отрасли экономики нашего края. А мы этим не воспользуемся. Мы эти земли виноградопригодные передадим, неважно, под какие иные цели, строительство либо иные. Коллеги, это отрасль нашей экономики, виноградарства и виноделия. И как же мы можем вообще взять и так безразлично поступать к виноградопригодным землям? Поэтому, Сергей Владимирович, вот вам поручение, максимально подготовьте проект закона края, где мы запрещаем вообще переводить земли, психоватное значение в иную категорию, а по землям виноградопригодным должна быть просто жесткая позиция, запрещающая использовать земли виноградопригодные под иные цели, в том числе и под строительство. Все муниципальные образования, их 8 муниципальных образований, до 1 апреля подготовят соответствующий реестр земель, которые относятся к виноградопригодным. В настоящий момент ряд муниципальных образований уже работу практически завершили. На Краснодарский край приходится треть виноградника всей страны. Так в Анапе, в одном из винодельческих муниципалитетах региона, не дожидаясь краевого закона, уже начали работу по сохранению ценных земельных массивов. Уважаемый Владимирович, по вашему поручению в настоящее время разрабатывается проект Генплана. Вы сегодня говорили о важности сохранения не просто земель сельхозназначения, а виноградопригодных земель. Так вот, мы преимущественно закрепляем виноградопригодные земли, в том числе за счет земель сельхозназначения, включенных в границы ранее. Мы составили предварительный реестр виноградопригодных земель. Будем утверждать его предварительно пока у себя здесь, на городском уровне. Важно, конечно, сохранить и виноградопригодные земли. Потому что виноградопригодные земли, более 20 тысяч гектаров назвали их, они, конечно, это тоже бюджет Анап. Это виноградники потенциальные, виноделия потенциальные. Это серьезный бюджет развития с точки зрения именно этой отрасли виноградства, виноделия Анап. Зачем же его лишаться? А застройка – это разовые деньги. Коллеги, мы агропромышленный регион. Сельхоз, земля – это один из самых главных наших ресурсов. Поэтому подходить к переводу земель, сельхозназначения в любую иную категорию, под иные любые цели, нужно очень аккуратно, осторожно и взвешенно. Тем более, понимая, что земля наша кормилица, я еще раз подчеркнула, это наш стратегический ресурс, это наша ценность, это агропромышленный комплекс нашего края. За последние несколько лет площадь сельхозземель в регионе сократилась почти на 30 тысяч гектаров. Там, где раньше были просторные поля, сегодня – коттеджные поселки. Именно поэтому необходимо принять жесткую позицию, беречь земли от рук коммерсантов. Исключений не может быть ни для кого. Муниципальный контроль, земельный контроль, каких только контролей нет. Что они контролируют? Когда буквально уплывает земля сельхозназначения под иные цели, вот тут муниципальный контроль ничего не видит. А у фермера, там сотка не по назначению пошла, там уже видит. Либо у какого-то сельхозпредприятия. Но это же несправедливо, это нечестно. Аграрии, селяне видят. И они тогда не понимают логику власти. Гектарами, сотнями гектаров переводят по другое назначение для них, для них, для селян. Такую ценную землю сельхозназначения. Расширять границы поселения за счет сельхозземель тем более неприемлемо, когда власти на местах не могут обеспечить новых жителей работой и социальными объектами. Тем, что так необходимо для комфортной жизни. Никто не хочет терять прибыль, а где-то сверхприбыль. В том числе и строительная отрасль. Представляете, сколько тысяч гектаров у них в планах было застроить. И сегодня им не дают. Да конечно, конечно, я понимаю. Пусть в интернете продолжают писать, что хотите. И еще раз подчеркиваю, у меня принцип один. Я иду к той задаче, которая нуждается в решении для того, чтобы, естественно, наш край был стабильным и устойчивым с точки зрения социального развития, в том числе и не только экономического. Такое количество людей, которые потенциально смогут переехать в то, что мы понастроим, явно не найдут работы в Краснодарском крае. Инициативу губернатора кубанские депутаты рассмотрят на ближайшей сессии ЗСК. И если большинство парламентариев проголосует за, то новому закону быть. Яна Бузычкина, Александр Брыксин и Антон Березин, Кубань-24, Краснодар.